Беларусь Без билета Без билета сене и без билета на початку Стагодзя. Это звезусим разные команды. И они начинали с беларускомовного акустичного фольк-року, а потом перешли до инди-року с вплывом электроники. Но широкую уведомость музыки сделали, когда истотно спростили аранжировки, где нашли себе имидж весельчаков, которые любят Цоя и Мора, индийские мелодрамы и мультфильмы про бременских музык, а еще немного диско-музыку 80-х. Но что застается неизменным за увесь час иснования гурта, так это чисто безбилетный драйв и энергия, якая сыходит от Виталика-артиста, одинага постоянного удельника команды. Ну и самоиронии ему, конечно, не займать. 25 угасших звезд 10 правил Инстаграма 5 советов для волос Пять цитат давая ламы А мне это Я пою А мне это Я танцую Всем добрейшего утра Сделал селфи на пожаре Так подпишитесь же уже на безбилетный канал И непременно оставьте комментарий Я танцую А мне это А мне это Я танцую А мне это А мне это Я танцую Я танцую Я танцую Я танцую Я танцую Я танцую сказать сразу благодарность. У вас чудесная передача. Пока мы здесь были настраивались, здесь великолепная команда. Когда вы нас пригласили, мы просто побежали бегом, расталкивали друг друга в дверях, чтобы к вам попасть. Спасибо большое, что вы поддерживаете белорусскую музыку. С нас 5000 просмотров. Бонусом, если какому-то артисту еще надо будет накрутить, звоните. Что ж, дякую, нам вельми приемно гэта чуть. Вы пачали сегодня сэт с песней СММ. Скажите, можно сказать, что гэта твоя реакция на сегодняшнюю молоте, кай безвылазно просто сядзить ў садсетках? Наверное, это не на молодежь реакция, а на, скажем, на нас самих. Потому что у нас был интересный период, когда мы собрали Минск-Арену, мы прокатились по всему земному шару, и пришла пора бронзоветь. Мы почувствовали, что что-то такое начинается, что мы какие-то слишком серьезные. И серьезно отвечаем на вопросы, и хмурим брови, и такие мы все гении тут собрались. Поэтому самая ирония, которую мы допускаем, вот как песня СММ, это наше спасение в жизни. А ты сам есть в Инстаграме? Контролюешь, там, кольки лайков тебе поставили? Ну, я пытался открыть аккаунт, но не смог выдержать конкуренции, потому что это ж надо с утра до вечера постить, и еду пости, и куда ты там сходил, покажи. Ну, не мое. Доброе. А за что на и шастей подкалывают гурт без билета? Ну, чаще всего говорят, что мы постоянно пьяные, что группа пьяная, а вокалисты еще хуже, но при этом песни прекрасные, и прощают. Прощают это. Хочу развеять этот миф. Дело в том, что несколько месяцев, несколько лет назад у нас состоялось страшно провальное выступление. У стен Минской арены мы выступали там «Елка», «Без билета», кто-то еще, а мы как раз приехали с гастролей, где мы нормально там вкатывали все. Значит, и получилось абы что, и я включил диктатуру, и хочу сказать, их группа уже четвертый год постоянно трезвая. То есть у нас сухой закон, у нас не пьют ни в день концерта, и с вечера до выступления пива нельзя пить. За ты день до, ты день после. То есть мы постоянно трезвые, если надо, можем развести домой. Услуга «Трезвый водитель» — это к нам, к «Без билета», и в принципе мы оказываем всяческую помощь населению. С гэтым разобрались, а зараз я пропаную тебе короткую такую блиц-апытанку. Гэта невеличкі апытанні, и от тебе, калі можна, будуч акадзі таких коротких адказаў, так, як у блицы? Надеюсь на это. Ты пачаў хадзіць у качалку, да, Михалка, а ти пасля егу? Ну, пасля, канешна. Михалук ранча пашыл у качалку. Ты калі-небыць писаў песні на замову? Да. Што гэта бэли за песні, расскажи? І за колькі гроші? Можа бэд, прыгадайш для кого? Получилась офігенна композиція, «Планета крутіцца». Это был заказ сделать заглавный хит фестиваля «Рок за бобров». Ну, и на тот момент за две тысячи долларов мы осилили эту композицию, она такая классная получилась, и мы такой чудесно составили договор, чтобы все права остались у нас, вот, и с удовольствием мы её поём. Но, в принципе, особо под заказ не работаем. Тады, добра, скажи, дзе ты был, куды б Николі не хатеў вернуться? Одзіна из минскіх ресторанов, каторый расположен в центре города, не буду говорить, какой. А якую кнігу взял бы с собой, калі б давялось атыдзень плаваць на карабли? Довлатова перечитываць, или о Генри, или... Ну, вот этих. Протягнем думку про карабель. Помню. Малайчина и правостров. Калиб, ты застался один у свете, что б ты робил? Исключено, во-первых, такого не будет, и это бессмысленно одному на свете, для кого тогда что-то делать. У яким месту свету райш побывать кожному беларусу? Так, ну, сначала к морю, искупаться, отоспаться, шоб можно было поесть, поспать, ну, и шоб дождь шесть месяцев не шел. То есть это, в принципе, можно начинать с любого Средиземного моря. А лучше осваивать Латинскую Америку, там есть чудесная страна Перу, куда беларусам не нужна виза. И могу сказать, что на секрет, ДК что там почем, если не секрет, сколько стоит. Все очень дешево, с беларуской зарплатой ты король. Единственное, что авиакомпании, пока ты туда летишь, вот эти полторы тысячи долларов, не пойми, где их взять, билет дорогой, а уже там ты со своими 200 рублями на широкую ногу развернешься. Так, мы сразумели, мы все едем у Перу. Дякую, Виталик, за вчерые отказы. Пропоную заиграть наступную песню. И дорогие ребята и девчата, обращаюсь к зрителям YouTube и канала Белсад. Сейчас будет исполнена наша композиция Аляска. Это скандинавская, палцкая, белорусская тоска о солнце, о море, о теплых странах. Я надеюсь, у нас с вами получится телепатия сквозь это стекло. Значит, о чем толкую? На припеве. Пожалуйста, присоединяйтесь вот на такое движение. И можно подсветить лайтерами из телефонов. И, уважаемая съемочная группа, скорее отсиживаться. Поехали, работаем! Нашел в Аляске старых 300 рублей. Не хватит на билет подальше отсюда. Я расскажу тебе, я знаю, где теплей. Там лето каждый день, там снег — это чудо. В гараже у пати перекрасил аутбэк. Теперь и как у всех солнечно-желтый. Без техосмотра по асфальту в тебе. Я с каждым друзьям ищу любую работу. Где-то есть солнце, Где-то есть море, 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 Не подарю тебе сертификат на СПА, Не пригоню машину из салона. В ближайший год еще поезжу на метро И поменяю суши на макароны. Бросил курить, Бросил лодку пить, Ищу в блокноте иностранные слова. Я хочу на билет скопить, Чтоб отвезти тебя на острова. Без техосмотра по асфальту в тебе. Где-то есть солнце, Где-то есть море, 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 Ищу в блокноте Привет, Таня. Приемно, что ты до нас долучилась. Аккурат, у меня пытание есть и до тебе. Я доведалась, что вы тут долучились до такой эмиграции из города в вёску, когда можно так сказать. Как вы там себе чувствуете, и правда это? Нет, если ты говоришь о том, что мы переехали в деревню, я тоже об этом слышала, но это неправда. Мы пока еще не переехали, но мы очень сильно сместились. То есть все свободное время мы действительно проводим в деревне, потому что мы нашли замечательное место в Витебской области, где не только мы, а целая улица нас и наших друзей. Мы навоковали домов, навели там свои порядки, подружились с местными, мы живем возле озера, и теперь туда постоянно приезжаем сами, и все наши друзья, и каждое лето мы там проводим, и все свободные выходные. И вас тоже приглашаем. Хлопцы, вы уже были там? Смеешься ты, наш хлопцы. Все постоянно плещемся в этом святом озере, которое у них возле дома, через дорогу. А музыку, а музыку как там писать? Не знаю, можно ли это рассказывать. Мы открыли для себя совершенно новый источник вдохновения. Мы там, в деревне, открыли новую студию звукозаписи. Сначала мы сделали кинотеатр, поигрались с ним несколько месяцев, потом поняли, что это еще и может быть звукозаписывающая студия, свезли туда весь свой аппарат, заехали туда, закрылись на неделю ровно, и ставили эксперимент творческий, который не просто успешный, а просто мега, он запустил у нас какие-то новые силы, и мы написали новый альбом, который собираемся выпустить... Сочинили, сочинили новый альбом. Сочинили новый альбом, который собираемся выпустить где-то в начале 2018 года. И пока это все, что я могу рассказать об этом. Добро, звездкой разобрались. Виталик, я глядела твои выступы, что есть на Ютьюбе, и там есть один такой концерт у Светлогорску. Тут особо танцпол не переделаешь. Первый ряд. Вас хочу предупредить. Будет плохо видно, но не сейчас, а через 2-3 песни. Так что если еще не убежайте, чтобы пересять. Ребята, кто думал, кто-нибудь, что неплохо было бы, если бы там как-то сложилось на концерте потанцевать? Светлогорску! Вельми уразилась тем, как ты смог поднять неподъемную публику литерально с другой песни. Скажите, в принципе, тяжко в регионах так работать, не только в регионах, публику поднимать? Мы обожаем, обожаем регионы. Без билета это единственная группа, которая за последние 10 лет уже везде доехала, там, где не ступала нога человека. И аппаратуру эту мы тягаем на плечах, потому что хотим встречи. Светло и радость принести людям. Да, и все люди, они приходят с надеждой. Они, конечно же, не знают, что можно танцевать, что можно петь, но в глубине души, и еще они трезвые. Они приходят с надеждой, что случится чудо, и их растанцуют, их распоют. Они как бы хотели, чтобы так случилось, но сами не могут. Им нужно помогать. И мы, как кармические доктора, мы помогаем. И для нас это тоже большое счастье. Вы знаете, да, я не могу стоить слово, так как мы все-таки непосредственно отношение к организации концертов относимся. Я, Вова, Виталик, мы все сами все делаем. И часто сталкиваемся с директорами ДК, которые нам говорят, вы только не пугайтесь, у нас публика очень спокойная, и может получиться так, что они даже хлопать не будут. Но им обязательно все понравится. А они боятся, они боятся даже руку поднять, потому что, ой, что подумает соседка, ой, бухгалтер пришла с моего завода, я сейчас танцевать начну. Точно так же я говорю директорам, что вы тоже не пугаетесь, если все получится. Но Виталик прекрасно справляется даже с такой публикой, потому что мы за все время много навиделись, кого он только не поднимал. И где мы только не выступали. Мира, ты должна знать, это просто все от сердца к сердцу. Виталик, у клипе на ремейк вашего хита «Мая краяна Беларусь» ты показал, власно, нашу краину, такую, з усим іншей. Ты так, на самом реч, представляешь себе Беларусь, ти крыху пофантазировать довелось? Ну, конечно же, это наши фантазии, но представлять Беларусь так узко, ну, хлопцы в лофтях и вышиванках, ну, скучновато так представлять. Тем более чувствуется изнутри, что корни у нас скандинавские. То есть мы немножко поигрались в викингов, немножко поигрались в безумного Макса. Мы захотели увидеть Беларусь такую фантастическую, непривязанную ко времени. Ну, наверное, да, вот мы так ее чувствуем. Если мы в чем-то виноваты из-за этого, ну, значит, вот так. Не, выдатный отрымался клип на сам реч. Скажи, Шира, ты ганарышся гэтай песней? Ну, я бы не стал акцентироваться именно на песне «Мая краяна Беларусь». Она, конечно, эта песня чудесная. Говорят, что в ней мало слов, но в ней просто есть три самых главных слова про любовь к Родине, и пускай оно так и будет. И мы сегодня, чуть позже, представим фид, обновленная песня «Мая краяна Беларусь» со специально приглашенным, светящимся, искрящимся человеком. И я слышал со стороны эта бомба. За всем худко мы послухаем, поглядзим, что там отрымалося. Виталик, ведаю, что сингл разом с украинским гуртом «Антитела» вы спачатку хотели написать на беларускай мове, але нечто пошло не так. Ой, Мира, ты знаешь, мы же тут периодически плаваем в волнах большого шоу-бизнеса. И, значит, случилось так, мы с Тарасом, ну, Тарас, вы знаете, «Антитела» — это группа номер один в прошлом году в Украине. Ждали эту песню, совместный фид, естественно, тоже от сердца к сердцу. Я предложил, говорю, давай, вы по-украински, а мы по-белорусски. И я же сразу пошел, полетел звонить Сергею Буткину, Сергей, помоги, не упасть грязь лицом перед иностранцами, нужна хорошая адаптация. Ну, тут влезли опять эти продюсерские центры, я точно не скажу, то ли Билан, то ли Меладзе, короче, начали рулить. Говорят, что вы, ребята, со своей этникой, вы давайте на русскоязычную аудиторию пилите. И записали мы на русском. Она на русском отлично, гармонично звучит. Я хочу сказать, что белорусский язык мы уважаем и любим. У нас даже в новом альбоме будет одна или две песни на белорусской мове. Таня, ей низкий поклон, она писала чудесные тексты. Глядзе, Таня, на что себе природа натхняет, не дзе там у Висебской области. Мы не стесняемся петь и по-русски, и по-белорусски. Ну, вот, да, вот так вот. А пакули тады запрашаю вас выкануть гэту песню без гурта антитела, или она и у вашем выканании вельми подобается. Разбудильник, солнце в кровати, улыбаки, всем улыбаки. Я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Помывальник, зеркало улица, выше голову и не суту лица. Небо шайнин, собрай. Небо шайнин, собрай. Зачем люди стаями в городах? Зачем открепенье глазам в глазах? Ощущай, ощущай. Ощущай, ощущай. Прямо сейчас все превращается. Вокруг тебя космос возвращается. Прямо сейчас все превращается. Ради тебя космос возвращается. Можно с нами на припеве крутиться. Помнишь, лето, огонь, звездопад, рассвет? Расстаемся и снова привет, привет. Я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Мы держались вместе за руки. Улыбались, как умные дураки. Я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Прямо сейчас все превращается. Вокруг тебя космос вращается. Прямо сейчас все превращается. Ради тебя космос вращается. Прямо сейчас все превращается. Прямо сейчас все превращается. И вот сейчас настал момент, когда мы впервые за 10 лет сыграем песню «Моя краина, Беларусь» И это будет фит со звездой, который прямо с неба на нас падает Это Михаил Зуй, Миша, спасибо тебе Спасибо тебе, что ты помог обогатить песню и наконец-то в ней появился текст И еще я хочу пригласить легендарную журналистку Миру Шульц, чтобы она с нами исполнила эту песню Она очень много знает об этой композиции Мира, пожалуйста, присоединись к нам Субтитры создавал DimaTorzok Красавик, прозристое небо, навоку только облоки Далеко-далеко долу, повольно плыве земля Великая белая птушка Мне в семени так высоко До неведомой краины, где повинны Народиться я Мы летим над океанами, зелеными островами, минаем горы С бурливыми водоспарами, так и дюймный свет Месется под нами, и почу застаться хочется И до спадовы мне, а лепушка летит все далее и далее Пусть там никто с далеки, и криша зазырна По над краями Один кругом покажи, куда эти батьки шагают меня и своего сына Ля-ля-ля-ля-ля Моя краина Беларусь 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 Тут я убачу свой перший лето И может тут напишу я свой верш Перший, кожный каменчик мне тут да поможа Тому, что я свой, тому, что тут еще с утрену девчины И у нас будет нож, коли мы покишем свою белую птушку А потом час понесется на узкош И вот уже детей наших деток, мы в ушкаем опоты Тому, что так треба, надыйдет час у сильгинших прор Покинувшую все без квитка, я поеду на троллейбусе И киде на узко, калепа куль, я лечу до другого роддому На улицу Пельсика я лечу зароджаться Весна будет рада, я мне востоковку Весна добрых шансов жутью починаться Моя краина Беларусь 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 Без билета нас протягнеть Девлять и надали Уже у зимку почуем Першую беларуско-молную тему С полновартостным текстом Виталика Артыста Разом с новым альбомом Глядите наши выдания На Белсату Тузин ФМ Сустремимся простыдень С новыми героями Субтитры подогнал «Симон»